Следующая тема, о которой я бы хотел поговорить, это Каббала. Что означает мистицизм в иудаизме. Всегда существовали какие-то мистические размышления на какие-то части Торы. Есть традиция, которая восходит ко второму веку нашей эры, Шимон бар-Йохай. И он смотрел, я бы хотел сказать, как как-то рода Каббала, мистическому, иудаизм. Он смотрел, как рода Каббала, иудаизм. И он представляет собой как отца каббалистического учения в иудаизме. Поэтому всегда была такая личная часть среди немногих евреев. Основной текст Каббалы называется Зохар. Который был написан в 13 веке. Моисеем де Леон. И он сказал, что она происходит от Шимона бар-Йохая. И может быть даже некоторые люди верили этому. Но учителя верят, что он написал это сам. И говорят, что Шимон бар-Йохай был автором. И есть несколько причин, почему я так говорю. Первое, это смирение. Чтобы не подписываться под тем, что ты считаешь очень важным. И вторая причина, отдать должное и считать, что Шимон бар-Йохай написал. И этому произведению отдавалось бы больше авторитет и предпочтение. Более авторитетен он был бы. После изгнания евреев из Испании и Португалии Многие из евреев направились в Турцию и некоторые в Израиль. И в то время Турки контролировали Израильскую землю. И знаете ли вы, что это была за страна европейская, которая первая выгнала всех евреев? В 1290 году. И в 1492 евреи изнаны из Испании. Десять лет после этого из Португалии. И в тот же год Колумб открыл Америку. И это тот год, когда евреи были изгнаны из Испании. И там также прослеживается очень интересная связь. Многие из евреев, которые отправились в Израиль, они пошли в город Сафат. На севере Израиля. И очень большая община еврейских мистиков появилась там. И она была очень сильной в течение многих столетий. До тех пор, пока землетрясение не разрушило большую часть города. И что такое Каббала? На что это похоже? Там есть пища для размышления, но также и общий взгляд на мир. Самый основной аспект там, это космология. Это значит, что между небом, между Богом и между землей, существует десять сферот. Сфера означает как что-то горящее. И идея состоит в том, что было 10 излучений от Бога, что-то, что исходило от Него. И так же, что очень отличается от самого Бога. И потом от этих излучений исходит следующее излучение. Это часть первого излучения, но и отличается от Него. И поэтому существует 10 таких излучений, которые достигают человека. Это такой гностический подход. Слышали ли вы такой термин, гностицизм? Да, нет. Гностицизм это было движение в первом, втором веках. Также различные мистические идеи. И было очень много различных дебатов по поводу того, насколько евреи были влиятельны в гностической идее, мысли. И так же есть очень много схожего между гностицизмом и греческой философией. Вот в чем состоит основная идея. Если материя, если вещь, если физическое вещество Вселенной, если оно чрезвычайно зло, тогда Бог не мог это сотворить. И у Бога не могло быть прямого контакта с таким миром. Понятно? Поэтому были изобретены эти 10 серий излучений проекций от Бога. И в гностицизме не было 10 таких проекций, излучений. Потому что число 10 появилось позже в еврейском мистицизме. И гностицизм, если вы приняли какую-то духовную практику, то вы сможете очистить себя, если вы пройдете через все эти уровни. И в конце концов, вы настолько будете отсоединены, не связаны с вещами этого мира, что у вас будет прямой контакт с Богом. И очевидно, что такая идея, это абсолютно не библейская. Но она начала оказывать свое влияние на верующих. Поэтому Павел в своих посланиях к Ефесянам и Колоссянам говорит, И его высказывания они направлены особенно, в частности, против гностиков. Например, гностический термин для всех этих 10 уровней — это плорома. Это плорома. И Павел пытался научить верующих, что все, что им надо, это Иешуа. И поэтому Павел сказал, плорома Бога полностью воплотилась в Иешуа. И, наверное, это есть и в вашем переводе. Полнота Бога была в Иешуа. И что он говорил? И все, что гностики пытаются, в конце концов, достигнуть, у вас уже это все есть в личности Иешуа. И думали ли вы об этом, как об очень таком искушающем? Это момент очень такой надуманный, сложный, изощренный. Звучит это так духовно. И так же это взывает к вашей способности работать над чем-то. И это оказывало свое влияние в церкви вплоть до 3 века. И поэтому ученые пытались проследить влияние гностицизма в Кабале. И поэтому проблема только в том состоит, что недостаточно сохранилось трудов, чтобы показать эту прямую зависимость, прямое влияние гностицизма на Кабалу. В Кабалистической мысли также есть некоторая сфера размышления. Первое это размышления об этой огненной колеснице или огненной сущности, в которой был Бог, что описано в книге Иезекииля. Медитация, размышления в виде транса о том, кто есть Бог, об именах Бога. Есть также некоторые части Кабалы, которые очень интересны с философской точки зрения. Например, До того, как Бог сотворил мир, Он существовал везде В своей полноте, своей полной сущности. Но Он не мог бы сотворить мир Если бы Его вся полнота, Его сущность не была там, Другими словами, мир не смог бы существовать. Поэтому Он должен был удалить Себя на некоторое расстояние И создать такое пространство, в котором Он смог бы создать мир. Для меня это интересно. Иногда есть некоторые библейские стихи, которые похожи на это. Стих, как «Никто не может стоять в Его огненном присутствии и выжить». Никто не может увидеть Бога и остаться в живых. И немного это звучит похоже, не так ли? Просто Библия не продолжает это дальше. Что это могло значить в процессе творения. Но также в Кабале есть некоторые практики, Похожие на оккультные, магические. И, конечно, мы никакого отношения не должны иметь к этому. Но в наши дни Кабала, она очень популярна. Она была в иудаизме. И что вы не могли изучать Кабалу. Не достигнув сорока лет. Не женившись, не выйдя замуж. И что Адва знает, что вы душевно стабильный, устойчивый, состоявшийся человек. И также верен Торе. Потому что Кабала не была записана, она передавалась в устной традиции. Сейчас есть тысячи книг о Кабале. И почти каждую неделю можно прочитать о каком-то знаменитом человеке, который вовлекает себя в Кабалу. Мадонна изучает Кабалу. Не очень-то это ей помогло, но она все равно еще учит. Многие люди зарабатывают большие деньги на Кабале. Это другой мир. И раввины знали, для того, чтобы войти в какие-то глубокие мистические размышления. Это представляло собой угрозу. И в Талмуде есть история, которая это иллюстрирует. Я не могу вспомнить точный раввинистический термин, слово. Но там история о четырех раввинах. Которые вошли в мистический мир. И там написано, один умер. Один сошел с ума. Другой полностью оставил иудаизм. И только один вышел таким же, как он вошел туда. И это то, как раввины предупреждают вас. Поэтому, если кто-либо в этом классе хочет очень глубоко погрузиться в Кабалу, то считайте, что вас уже предупредили. Немного спустя, после начала расцвета в Сафате, в этом городе, произошло одно событие, которое очень потрясло весь еврейский мир. И в течение нескольких столетий евреев преследовали, принуждали уезжать из одной страны, переезжать в другое место. Но это было событие, более трагическое. И это началось все с нашего хорошего друга Богдана Хмельницкого. Знаете историю? В 1648 году он начал войну против евреев. И около ста тысяч евреев было убито. Очень жестоко всех убивали, беременных женщин их четвертовали. И это привело к тому, что весь еврейский мир он это почувствовал. И еврейские общины всегда верили в пришествие Мессии. И представьте, насколько сильно возросло их ожидание. И поэтому в 1665 году один еврей по имени Шаббатай Цви он начал говорить о том, что он есть Мессия. И во всем еврейском мире это была огромная надежда. И это может быть правда. И подумайте об этой психологии. Из глубины большого отчаяния и разочарования. Вот приходит эта надежда. Когда вы думаете, что не было никакой надежды. Кто-то говорит, что есть надежда. И многие евреи поверили этому. Люди продавали свои дома, свои имения. Начали совершать паломничество в Израильскую землю. Что должен сделать Мессия? Это возвратить всех евреев в Израиль. Но была одна небольшая проблема. Салтан Турки контролил землю Израиль. И турецкий король контролировал Израильскую землю. Шаббатай Цви сказал, без проблем. Я пойду поговорю с ним. Я расскажу ему о Мессии Израиля. Снова пришло время отдать руководство над Израилем и Евреям. И конечно он согласится. И поэтому ему успешно удалось собрать аудиторию в отношении этого турецкого султана. И султан сказал, ну это очень интересная история. Слушай, что я тебе скажу. У меня есть лучшая идея. Он сказал, я думаю, что ты был бы хорошим мусульманином. И я дам возможность тебе обращать других в ислам. И даже более того. Если ты хочешь уйти из этой комнаты живым. То только мусульманином. Поэтому, что бы ты выбрал? Что же сказал великий Мессия Шаббатай Цви? И он сказал, я всегда интересовался исламом. И он обратился в ислам. И это было, в основном, уже концом его движения. Интересно, что некоторые из его последователей все так же продолжали верить, что он Мессия. И что это было частью божественного плана. И что он должен был принять это мусульманство. Для того, чтобы это помогло ему обращать других к Божьей истине. И даже в последнем веке были евреи, которые верили в это. Слава Богу, что только немногие, но были. Гершом Шолем, великий ученый, учителем того движения. Встречал тех людей, у которых, чьи родители имели эти труды, работы Шаббатай Цви. Если еврейский мир был эмоционально потрясен и угнетен после Богдана Хмельницкого. И если их надежды выросли до такой высоты, с Шаббатай Цви. То, что эмоционально потом произошло? Большинство евреев впало в глубокую депрессию. И большая часть иудаизма стала сухой, безэмоциональным изучением. Примерно до 1750 года. Равин Израил, Баал Шем Тов. Позже его начали называть Баал Шем Тов. Что означает, владетель, хозяин хорошего имени. Но его понимание об иудаизме в корне отличалось от понимания других раввинов. Он думал, что служение Богу должно быть наполнено радостью. И не только в том числе глубокое изучение всех деталей. И поэтому он начал применять это на практике. Он поклонялся Богу везде. Пел радостно. И у него начали появляться последователи. Это было как свежее дыхание в еврейских общинах. И, конечно, те раввины, которые были в то время, они не думали, что это вообще был иудаизм. И они начали противостоять влиянию нового движения. Они их называли Мит-Наг-Дим. Мит-Наг-Дим. Что означает, те, которые противостоят. И последователи Баал Шем Това называли Хасидим. Хасид на иврите – это праведный человек. И происходили войны между этими двумя обществами, общинами. Большое соперничество. И ни одна из общин не позволяла и не выдавала замуж, не женила своих сыновей и дочерей. И это продолжалось до времен Холокоста и образования государства Израиль. И после Холокоста, евреи поняли, что не слишком так много нас и осталось, чтобы бороться друг с другом. Так как Гитлер не спрашивал, ты Хасид или Мит-Наг-Дим? И затем после смерти Баал Шем Това после него остались последователи. И его движение разделилось на несколько направлений среди его последователей. И то, каким образом Хасидизм действует. Лидер какой-то одной группы Хасидим называют его Ребби. Называют его Ребби. There might be a lot of rabbis in one movement, but the main one is the Rebbe. Много раббинов в одном движении, но один Ребби. And he seemed to have a special closeness to God. И у него есть эта особая близость к Богу. И когда его слово, оно имеет власть. И он похож на посредника между Богом и общиной. И поэтому в этих общинах была огромная власть. И первые Хасиды, они не слишком много учились. И таким образом, иногда что-то вообще не соответствовало здравой логике. И они говорили, если Мехнадим говорят вам, вы должны молиться в какое-то определенное время дня, то мы не будем устанавливать каких-то часов, какого-то времени определенного. молитесь тогда, когда хотите. Если Мехнадим говорили, вы должны стоять и постоянно качаться определенным образом, то во время молитвы. мы будем молиться вверх ногами. Поэтому, можно сказать, что логика не могла вообще. Но постепенно Хасидизм, он приблизился, ближе приблизился к традиционной еврейской модели. И самая влиятельная группа Хасидов, это Любавичская группа в наши дни. И у них есть синагога прямо за углом, недалеко от дома Давида Шнайера. Их раввин звали монахин Шнирсен. И он был седьмым раввином в их движении. И у них была традиция, что седьмой будет последним. И в еврейской мысли существовало такое представление, что в каждом поколении существует потенциальный Мессия. И его последователи начали думать. Кто же еще может быть Мессия, как не наш раввин, такой великий человек. И поэтому многие начали говорить, что он Мессия. Он никогда не говорил нет. Затем он заболел, у него был инсульт. И его последователи очень огорчились. Как же у Мессии может быть инсульт? Знаете, что они сделали? Многие еврейские общины говорили нам, мессианским верующим, в течение многих лет. Что не существует такого, как страдающий Мессия. И те стихи в Библии, которые говорят о страдающем Мессии, это все означает народ Израиля. Но мы, мессианские евреи, говорили бы в ответ. Подождите, у нас есть очень много доказательств, текстов, которые были записаны в течение многих веков. И которые говорят, что эти стихи в Библии, это все о Мессии. И это то, что делали последователи рабина. Они, они возвратились к всем этим раввинистическим цитатам, которые говорят о том, что Мессия будет страдать. И они говорят, вот, видите, это исполнилось в рабине. И потом он умер. И знаете, что потом произошло? Многие из них начали ожидать, когда он воскреснет из мертвых. Вначале они ожидали три дня, потом месяц, потом год. и еще этого не произошло. И в течение многих лет происходит круглосуточное, в течение всех дней, недели стража возле его гроба. Не воскреснет ли он? И в наше время также многие в этом движении верят, что он Мессия. И он возвратится для того, чтобы завершить работу. Это удивительно. многие еврейские ортодоксальные общины отвергают нас. То, что мы верим, но они верят в то же. И затем многие из его последователей говорят, говорят, что раввин это божественная личность. И он был Богом здесь вместе с нами. И просто это удивительные параллели. Но что важно запомнить нам? мы можем говорить что абсолютно все то, чего они ожидают в раввине есть у нас в Иешуа. Это удивительно. И они не являются самой большой хасидской группой в мире. Но они более влиятельны. Так как они отсылают миссионеров по всему миру. Не к язычникам, но в еврейские общины. Чтобы возвратить мирских евреев к Богу. Они собирают каждый год полмиллиарда долларов для этой цели. В основном от богатых нерелигиозных либеральных евреев. Есть у меня один еврейский друг в Кливленде. Он не был религиозным. Но он дал деньги на ортодокс-джуичные causes. Causes. Порпосы, организации. Он дал деньги на еврейские религиозные дела. Я спрашивал ее, Эви, почему ты это делаешь? Он сказал, если бы все евреи были такими, как я, то через пару поколений не осталось бы ни одного еврея в мире. И тем, что я даю им деньги, то я пытаюсь таким образом поддержать еврейство, чтобы оно выжило. И здесь я хотел бы сделать свой личный комментарий. и это тот момент, о котором должны поразмышлять мессианские еврейские верующие. И следующее основное событие для евреев произошло в интеллектуальных и философских кругах в Западной Европе. Это был век просвещения. Просвещение, это было философское движение, которое смотрело на человека, как на центр вселенной. И также ставило под вопрос любую традиционную власть. От власти царей и королей до власти церкви. И некоторые из этих структур власти начали разрушаться в Западной Европе. И некоторые из них начали думать, если все люди должны быть свободными, то что тогда в отношении евреев среди нас? Многие неевреи начали говорить об освобождении евреев, позволяя им право голоса и принимать участие в общественных делах. Для того, чтобы позволять им также брать работы, которые раньше были под запретом. Посещать, учиться в университетах. И также был один очень известный еврейский деятель Мозес Мендельсон. И во второй половине XVIII века думал, что это была бы очень хорошая идея. Но он знал, что если евреи будут активны в обычной культуре и общественной изменять некоторые религиозные традиции. Они не могли бы носить длинные черные польта, пейсы. так же они должны были выглядеть как обычные люди того общества. И также служение, служба в синагоге на Иврите и эти странные слова о земле израильской. И что некоторые из этих вещей нужно было изменить. Таким образом начинается движение под названием реформаторский иудаизм. И были четыре столпа еврейской мысли. Бог, Тора и люди Израиля. реформаторский иудаизм свалил, подбил второй и третий столпы. Они сохранили идею о Боге, но они сказали, что все части Торы, которые созданы с той целью, чтобы отделить нас. Мы должны избавиться от этого. Мы просто сохраним этическую часть закона. И термин такой, как этический монотеизм. И затем, если мы позволим стать полноправными гражданами Германии, тогда мы не сможем смотреть на себя, как на отдельный народ. Мы не продолжим hope to go back to our own land and have our own nation. И тогда мы не сможем иметь эту надежду возврата в свою землю и быть одним народом. Поэтому они оставили свои сионистские ожидания. И только в 1937 году они изменили это мышление. Только положение ухудшатся в Германии. Только из-за того, когда положение начало ухудшаться в Германии. Поэтому они бы не говорили, мы евреи, и даже не мы евреи из Германии. более они говорили, мы немцы, которые следуют за Моисеем. Поэтому вместо того, чтобы поставить свою еврейскую личность, тождественность на первое место. Теперь они отождествляли себя с той страной, где они жили. И они переживали также о том, что думала враждебная по отношению к ним страна. И они говорили, если мы будем себя все так же считать отделенным народом, с своим Мессией, который будет править над нами в нашей собственной стране в будущем, тогда поверят ли немцы, что мы на самом деле верные немцы. Поэтому вот такого представления. И правда состоит в том, что каждый раз, когда евреям была дана свобода, они оставались верны той стране, в которой они жили. они принимали участие в войнах той страны, чтобы соответствовать стране. И это было начало реформаторского еврейского движения. первые евреи, которые принесли его в Америку, были в основном из Нидерландов и из Бразилии. И это две основные страны, где евреи были изгнаны из Португалии и Испании. Это где они поехали в Нидерланды и Бразилию. И примерно в то время, когда Америка стала государством, то в Америке было где-то две тысячи евреев. Почти все из них были религиозными и этнически Sephardic Jews. В еврейском мире существуют Sephardic и Ашкеназы. Ашкеназы из Восточной Европы и Западной. И the Sephardic were Spain, Portugal and the Arab world. евреи из Испании и Португали также из Арабского мира вдоль побережья Средиземного моря Sephardi. И то, как они жили, в основном все было похоже. Но также все-таки у них были некоторые различия. вторая большая война еврейской иммиграции в Америку и вторая большая война еврейской иммиграции в Америку она была из Германии. 1840s and 50s there were very difficult economic times in Germany. В 40-х и 50-х годах 19-го века было очень трудное экономическое положение в Германии. И поэтому многие немцы эмигрировали в Штаты. И многие из них были немецкими германскими евреями. И также с собой они привезли туда реформаторский иудаизм. И те евреи, которые были в Америке looked at this and said this is not judaism. Они посмотрели на это и говорят это не иудаизм. И тоже сказали религиозные евреи из Европы. Это не иудаизм. Но в Америке все-таки они достигли успеха. Некоторые из них просто космические разбогатели. И третья волна еврейской эмиграции в Америку была из Восточной Европы и из Российской империи. И из Российской империи. нападки на евреев в 1880-х, 1890-х годах. Здесь, в Одессе, кажется, был большой погром в 1906 году. И поэтому за 40 лет 2 миллиона евреев приехали в Америку из этой части мира. И когда они впервые переехали туда, то какая еврейская община приветствовала их? В основном те, которые были из Германии. И в основном те, которые финансово были состоятельны. И они смотрели на своих бедных восточно-европейских братьев. И они спрашивали, неужели это тоже евреи? Мы просто нам просто стыдно. Вы похожи на бедного родственника, который появляется. Всю остальную часть семьи вы заставляете выглядеть плохо. Но они так же быстро вспомнили, что они тоже евреи. И многие начали оказывать помощь деньгами и различные организации для того, чтобы помочь им устроиться в новой земле. успеха. И пока в конце концов многие из них тут также достигли успеха. И что же какие-то были евреи, которые приехали туда? религиозные были очень религиозными, ортодоксальными. Те, которые были нерелигиозными, они были очень нерелигиозными. Они были социалистами, коммунистами. Те, которые производят различные проблемы. И весь торговый альянс, союз Америки на него было оказано большое влияние евреями из Восточной Европы. Поэтому эти три основные волны эмиграции в Америку. И вы можете задать мне такой вопрос, почему ты рассказываешь нам об Америке? Потому что это влиятельно для остальной части мира. И завтра я вам расскажу почему. То завтра.